Добрый день, дамы и господа! Сегодня перед нами очень важный вопрос. Как выбрать обои? Вроде бы вопрос простой, но требует знаний и профессионального мнения. У нас есть несколько видов обоев. Мы начнем с первых, это которые под покраску. Данный вид обоев, а именно вот эти два рулона, они идут на бумажной основе. И под покраску. То есть, когда мы приклеили обои на стену, мы можем их покрасить, соответственно, в любой цвет. Заколировать в зеленый, красный, синий. Такие обои стоят порядка 150 гривен за рулон. Ширина 50 сантиметров. Также у нас существуют виниловые обои. То есть, они на бумажной основе, но сверху у нас виниловое покрытие. Такие обои можно мыть, а не моющие. Вот у нас модельный ряд. Вот так они выглядят. То есть, они на вид как лощеные такие. Их можно мыть. Далее у нас есть еще флезелиновые обои. Флезелиновые, то есть, на флезелиновой основе. Ну, можно сказать, на тканевой. Вот так вот выглядят. Все эти обои имеют ширину метровую. Вот такая расцветочка, такой модельный ряд. Они уже идут более крепкие. То есть, повредить их намного сложнее, чем бумажные. И непосредственно бумажные обои. Самые обычные. Имеют ширину 50 сантиметров. И идут самые дешевые. Они вот 30 гривен за рулон. Около того. Вот тоже модельный ряд. Очень большие выборы. Чем же клеить обои? И отличаются ли клея по видам? Конечно, отличаются. У нас есть... Ну, рассмотрим на торговой марке момент. Вот у нас есть классический вид клея для обоев. Данный маленький пакетик идет расход 3-5 рулонов. Также существует большой на 6-9 рулонов. Далее идет виниловый для виниловых обоев. Тоже 2-5-3 рулона. Большой на 7-8 рулонов. И флизелиновый клей для флизелиновых обоев. Он идет уже у нас расчет квадратными метрами. Маленькая упаковка 14 метров квадратных. Большая 30 метров квадратных. Также существуют другие фирмы. Это метилан и триора. Они более качественные, но, соответственно, они и дороже. Теперь перейдем к приспособлениям. У нас есть различные прижимные валики. Вот так они выглядят. То есть где-то выгнать между швами воздух, прижать хорошо швы. Вот существуют большие валики. Вот прокатывать эти швы. Также существует именно для швов у нас существуют такие рулоны бумаги. то есть на стыках проклеиваем сначала бумагу, а потом уже на бумагу клеим обои. Это усиливает соединение в стыках швов. Также еще существует такое приспособление, как шпатель прижимной, он же крыло. Тоже им очень удобно пользоваться, прижимать, где-то по углам ровнять, выгонять пузыри. Ну, собственно, спасибо за внимание. Все ваши вопросы пишите в комментариях. Отвечу всем. Вот. Как вы видите, сами очень большой магазин. Могу подсказать любой вопрос. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok